Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис «Кто есть кто в античном мире», наполняя данными из википедии и интернета. Салон. Салон около 640-560-х годов до н.э. Афинский государственный деятель и законодатель, избранный в 594 году архонтом и наделенный чрезвычайными полномочиями, чтобы прекратить гражданскую смуту. Салон действительно положил конец анархии, проведя свои знаменитые реформы с помощью закона, запрещающего брать в долг без соответствующего юридического оформления этого факта. Он объявил недействительными все долги, сделанные ранее, и таким образом уничтожил получившее развитие крепостное право. Салон внес также изменения в законы, введенные драконтом или драконом, строго определив обязанности народного собрания и создав Совет 400, государственный орган представитель всех афинских фил, решение которого представлялось на рассмотрении народного собрания. Кроме того, Салон – это первый известный афинский поэт. Он писал в основном на политические и патриотические темы. Некоторые фрагменты его поэзии сохранились. Во второй половине жизни Салон много путешествовал по Греции, Египту, Малой Азии. В Лидии Салон виделся с крезвом, пророчески заметив ему, что никто не может сказать, что он прожил счастливую жизнь раньше дня смерти. Эта мысль впоследствии настолько поразила персидского царя Кира, что он сохранил жизнь плененному Крезу, передавшему ему фразу Салона. Впоследствии Салона причисляли к семи мудрецам. Ну вот так вкратце о Салоне, афинском государственной деятеле и законодателе. Пока-пока, до свидания. Салон